Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Свыше 19 тысяч казахстанцев станут частью армии. В республике стартовал осенний призыв. Об этом и не только на брифинге рассказали представители Минобороны. Как намерены поднять престиж казахстанской армии, намерены ли улучшить условия службы и что еще нового ждет солдат, расскажет наш корреспондент. Один из плюсов службы в армии – это отсрочка по кредитам. Ее уже получили более 5000 человек по 8800 займам и микрокредитам на 1,4 миллиарда тенге. Еще в учебных центрах вооруженных сил и воинских формирований проводится подготовка срочников с выдачей свидетельства гособразца по военно-учетным специальностям, которые потом будут востребованы в экономике. При проведении призыва граждан на срочную воинскую службу мы продолжаем работу в максимально открытом формате. Любой желающий может обратиться за необходимой информацией и получить ответы на все интересующие вопросы. И все меньше молодежи, которая уклоняется от службы в армии, сообщили в Минобороны. Были, правда, некоторые шероховатости, как выразился начальник управления призыва, но все выполнялось вовремя и в оперативном режиме. Кстати, если призывник окажется единственным кормильцем в семье и ухаживает за родственником инвалидом, то он может получить отсрочку. Если в его семье еще кто-то из родных получил инвалидность, либо скончался при исполнении служебных обязанностей. А вот как еще можно получить освобождение? У нас основная проблема, это столкнулись с состоянием здоровья. Это, в принципе, присуще всем регионам, это наиболее актуальная проблема. Основные требования у нас перед любой призывной компанией, это степень годности к воинской службе. Соответственно, если призывник ограниченно годен, мы его никак не можем призвать. Дальше у нас проводятся специалистами-психологами в обязательном порядке, изучается каждый призывник. В ходе этого изучения, соответственно, дается рекомендация его призывать или не призывать, либо ему необходимо с ним поработать еще. Вот это два самых главных пункта на сегодняшний день. Если у призывника один и более ребенок, то тоже дают отсрочку. Опять же, я бы еще хотел подчеркнуть, граждане, сейчас уже есть такая тенденция, призывники, у кого даже женаты и есть дети, но они входят от 18 до 20 лет в состав призывников, соответственно, изъявляют желание. И законом это позволяет в случае подачи документов, заверенные от заинтересованных лиц и проходят воинскую службу. От понятия убежали или уклонились, мы должны отойти, говорят в Минобороны. Если человек не прибыл по повестке местного органа военного управления, военкомат для прохождения призывной комиссии, это не значит, что этот гражданин уклоняется или убегает. Вполне возможно, что данный гражданин не прибывает в местный орган военного управления из-за малой информированности, из-за того, что он не знает тех мероприятий, не в курсе тех мероприятий, которые происходят в целом в нашей стране, как в рамках повышения привлекательности воинской службы, так и по другим параметрам. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности, тем более, что к призывникам приходят СМС-оповещения, а также повестки на работу или домой. На данный момент более 180 казахстанцев, которые отслужили в срочной службе, поступили в вузы на бесплатной основе, еще более 400 оплатили свое образование. Гульнара Умарова, Ахмедияр Ильясов, ТДК-42. Понизить базовую ставку Нацбанка требуют депутаты. Мажористмен Аскара Садыков озвучил депутатский запрос касательно потребительского кредитования населения. В нынешнем послании президент Касымжимар Тукаев впервые за всю историю независимого Казахстана подверг разгромной критике деятельность коммерческих банков и их государственных регуляторов, заявили депутаты. Данные в послании поручения означают изменение экономической политики государства и уход от многолетнего лоббирования банковских интересов, сказал Аскар Садыков на пленарном заседании Мажелиса. Предоставление займа банками второго уровня ставят в безвыходное положение субъектов МСБ, вынуждая заключать договора на невыгодных, фактически кабальных условиях для предпринимателя, дискредитируя политику главы государства, направленную на принятие мер поддержки МСБ, отметил депутат. При нынешней базовой ставке очень сложно оплачивать высокие проценты за кредиты в размере от 20% и выше, а тем более грабительские штрафы и пени, оплачивать вовремя заработную плату наемным работникам, выплачивать налоги и только потом получать прибыль. На основе изложенного Демпартия Ахжол предлагает понизить базовую ставку Национального банка, обязать банки второго уровня, финансировать МСБ не менее 30% от портфеля. Глава фракции Ахжол Перуашев также сделал запрос касательно этой темы. Почему президент дает поручения правительству перед всем народом, но то, как они выполняются, может знать только сама власть, спрашивает парламентарий. Как сообщает СМИ, недавно правительство отчиталось об исполнении предыдущего послания, но только перед партией власти. Но по нашему мнению, правительство должно служить не одной партии, а всей нации, заявил Перуашев. Предлагаем ввести норму о ежегодном отчете правительства перед парламентом об исполнении послания президента, резюмировал он. Наши регуляторы, нацбанк с базовой ставкой, которая душит предприниматели, душит население, с этими нотами, которые позволяют банкам деньги не вкладывать, не направлять на кредиты бизнесу, а просто зарабатывать на ровном месте от государства, они создали тупиковую ситуацию. И в результате этого тупика мы сегодня потребляем больше, чем производим, это инфляция, потом они борются с инфляцией. Сами создают инфляцию, потом с ней борются. Это и портозависимость. Вот президент впервые, в истории независимости Казахстана, четко обозначил болевую точку нашей экономики. Кто подставил премьера? Подставило профильное министерство. То же самое, они врут и президенту. Поэтому нам важно, не просто чтобы правительство отчитывалось так, как оно само напишет, нет, оно должно и правилам действия утверждать в парламенте, и отчитываться перед парламентом о том, как оно выполняет поручение президента. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Неподтвержденные случаи оказания медицинской помощи составили 22 885 дефектов, то есть приписок, например, по ним одному пациенту оказали более 52 стоматологических услуг за день, и сразу на 52 зуба. При этом система ОСМС оказалась эффективной, несмотря на такие казусы, заявляют представители фонда и Минздрава. Какие плюсы и минусы в медстраховании узнаем в следующем сюжете. Затраты на медицину выросли с 1,2 до 2,5 триллионов тенге. Вдвое выросли средние расходы на одного жителя, а количество поставщиков услуг увеличилось. Выросла зарплата медперсонала. Одним словом, плюсов в ОСМС немало, говорят чиновники от медицины. Благодаря ОСМС вдвое выросли средние расходы на охрану здоровья одного жителя, то есть с 56 тысяч тенге до 122 тысяч тенге. Количество поставщиков медицинских услуг также значительно увеличилось с 1300 до 2000, и подавляющее большинство из них частные медицинские организации. Также положительным результатом внедрения медстрахования является увеличение средней заработной платы врачей и всего медицинского персонала. ОСМС также позволило значительно увеличить охват пациентов бесплатными лекарствами, и если в 2019 году количество пациентов, обеспеченных препаратами, было всего 2,5 миллиона человек, то в 2022 уже порядка 4 миллионов. Также в 7 раз увеличилась доступность клиникодиагностических услуг. Это врачебные консультации, лабораторные услуги, инструментально-диагностические исследования. Один пример. Если в 2019 году было проведено всего 200 тысяч исследований КТ-МРТ, и то только для 8 социально уязвимых слоев населения по квоте, то за прошлый год данные виды услуги были оказаны полутора миллионов раз, и, соответственно, увеличение более чем в 7 раз. Других подходящих вариантов, помимо медстрахования, пока не придумали, говорят представители клиник. В нашей клинике, вот если проследить финансирование с 2018 года, объем финансирования вырос с 7 миллиардов до 11 в этом году. Конечно, здесь есть и доля заработной платы, повышающихся тарифов, но также увеличен был и общий объем финансирования. Самым больным вопросом, который здесь поднимается, и который будет всегда подниматься, это вопрос тарифов, которые сейчас уже не один раз обсуждали. Опять-таки, благодаря ОСМС обеспеченность кадрами в сельской местности улучшилась, и раньше цифры не дотягивали до 50%. Теперь уже более 80%. Наша организация укомплектована врачами на 80%. Что касается врачей общей практики, укомплектованы 92%. Это те сельские округа, где медицинской помощью пользуются сельские жители, не отходя от дома, как говорится, в шаговой доступности. Также есть доукомплектация узкими специалистами. Ну и на вопрос, куда уходят наши деньги, ответили, что все средства фонда хранятся на счетах Нацбанка. Ну и трудно представить, что было бы, если бы мы не перешли на ОСМС, особенно в условиях ковида, говорят эксперты. Хотя без проблем тоже не обошлось. Во-первых, почти 3 миллиона граждан не платят взносы. Многие не работают, многие избегают оплаты самозанятые. Это тоже проблема, которая бы уславливать дефицит центра. Вторая проблема, что работающие протоколы сегодня, наверное, перенасыщены исследованиями дорогостоящими. И граждане привыкли во время ковида, хорошо выучили названия МРТ, КТ и сами себе часто прописывают эти направления. Строительство жилья для очередников временно приостановят. В Казахстане разработали новые правила финансирования строительства социального жилья. Согласно им, будет регламентироваться порядок приобретения, реконструкции и реализация акиматами льготной недвижимости. Подробнее о порядке ее получения расскажут наши корреспонденты. На сегодняшний день в Уральске в очереди на жилье стоят свыше 22 тысяч граждан. Это дети-сироты, многодетные, представители неполных семей, а также родители, воспитывающие детей инвалидов. Согласно закону, им оказывается жилищная помощь от государства, чаще в виде арендного жилья. На протяжении многих лет жилье строилось по заказу акимата. Теперь же для очередников намерены приобретать готовое жилье. Согласно изменениям в правилах выдачи жилья социально уязвимым своям населения, новые квартиры будут выкупаться у частных застройщиков. При этом на каждого нуждающегося 9,6 миллионов тенге будет выделяться из республиканского бюджета, остальные средства будут изыскиваться уже из местного бюджета. Таким образом, с помощью нововведения планируют исключить коррупционные риски и ускорить сроки получения жилья очередниками. Стоимость квадратного метра такого жилья будет фиксированы, заявляет в управлении строительства. Скорость выдачи жилья нуждающимся в первую очередь будет зависеть от финансирования, в том числе из местного бюджета. Выкупать у частных застройщиков намерены только первичное жилье чистовой отделки. По ответу полномочного органа управления строительства, за 2023 год строительства многоквартирных жиловых домов для социальных условий населения не будет. В связи с тем, что в следующем году планируется выкуп квартир из частных жилищных фонда. Будет выделяться из республиканского бюджета, если не будет хватать, будем добавлять из местного бюджета и будем выкупать из частных жилищных фонда. В 2022 году для очередников было сдано в эксплуатацию 150 квартир. Несколько домов, в которых есть квартиры, предназначенные для очередников, достраиваются в текущем году. Уже в следующем году планируют издавать в эксплуатацию дома в новом микрорайоне Акжаик. Четыре дома в Теректинском районе остаются недостроенными по вине подрядчика, который был признан недобросовестным участником госзакупок. С ним сейчас ведутся судебные разбирательства. Действие жилищной программы «Нурвежер» на сегодняшний день утратило силу. Действуют ипотечные программы. Строительство кредитного жилья набирает обороты. 15 многоквартирных жилых домов в городе и 42 жилых дома в сельских населенных пунктах строятся в текущем году. Всего 2377 квартир. В Уральске до конца текущего года намерены сдать в эксплуатацию 7 многоквартирных домов. В отделе ЖКХ отметили, те лица, которые имеют задолженность за арендные квартиры и нарушают у свое содержание арендного жилья, по решению жилищной комиссии могут быть выселены через суд. Освободившиеся квадратные метры намерены выдать нуждающимся очередникам. В своем послании президент страны обратил особое внимание на уровень производственного травматизма. Правительству до конца года необходимо принять концепцию безопасного труда до 2030 года. Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах, сказал Тукаев. По данным Всемирной организации здравоохранения, несчастные случаи на производстве входят в тройку самых частых причин человеческой смертности, наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Как обстоят дела сегодня в Западно-Казахстанской области узнавали наши корреспонденты. С начала года в Западно-Казахстанской области расследовано 55 фактов несчастного случая на производстве. Причины разные, исходящие из отношений работодателей, так и самих работников. Специалисты заявляют, что в основном виноваты работодатели. По данным Комитета труда и социальной защиты, за 6 месяцев текущего года коэффициент уровня производственного травматизма составил 0,09%. То есть в результате несчастных случаев на производстве пострадали 640 работников, 69 из которых погибли. С начала года в Управление по инспекции труда поступило 852 жалоб заявлений, которые своевременно были рассмотрены, даны всем ответы. Также с начала года нами проведена 131 проверка по фактам обращений граждан и по другим основаниям. То есть там есть поручения прокуратуры, поручения других государственных органов. В результате проведенных мероприятий нами было выдано порядка 98 предписаний, наложено 60 штрафов на сумму более 4 миллионов тенге. Не всегда же бывает виноват работодатель. Бывают случаи, когда работники тоже, вот у нас практика показывает, что вина работника тоже присутствует в некоторых случаях. Это уже они по собственной самонадеянности, по незнанию, по куче разных причин бывает. Поэтому нельзя утверждать, что во всех случаях виноваты работодатели. Бывают случаи, когда и работники виноваты. Основными причинами несчастных случаев являются грубая неосторожность самого пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил безопасности и охраны труда, нарушение правил автодорожного движения. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса и в строительной отрасли. В целях обеспечения дистанционного взаимодействия с работниками и работодателем по повышению эффективности соблюдения законодательства о труде запущен электронный сервис «Онлайн-трудовой консультант». Сервис предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения требований охраны труда. Мольдер Садроголева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, Телеканал, ТДК-42. В Уральске близится к концу сезон дорожно-строительных работ. В текущем году было запланировано отремонтировать 70 километров дорог, 90% из которых уже выполнены. По словам руководителя отдела ЖКХ Азамата Халелова, по городу осталось завершить ремонт дорог в районе старого аэропорта. Это капитальные ремонты полотна на улицах Шемельева, Кендала и дороги между улицами Самал и Евразийская. Кроме того, по словам ответственных специалистов, в текущем году был усилен контроль за качеством ремонта дорог. Городские власти поручили подрядным организациям использовать щебеночно-мастичный асфальт и долговечные материалы для продления сроков службы дорожной инфраструктуры. Также по второму рабочему инфраструктуру Памфилову ее тоже начали реализоваться. Все работы идут в штатном режиме, по проектным данным должны все это завершить. Также есть у нас переходящий объект, более двух лет уже идет реализация строительства дорог по микро-ПДП-2 в микро-районе Сарарка. Там порядка 45 километров асфальтного полотна вложим полностью. Эта работа идет в штатном режиме, занимаемся и будем завершаться классно проектным данным. В Алматы осудили организаторов азартных игр в ТикТок с онлайн-приемом ставок. Напомним, ранее департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в социальные сети. В ходе следствия доказано, что граждане организовывали стрим игр в течение четырех месяцев с обзлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 миллионов тенге. Тогда двое жителей Алматы были признаны виновными и приговорены к полутора годам ограничения свободы. Теперь же к четырем годам лишения свободы приговорены четыре человека за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере более 19 миллионов тенге. Уважаемые граждане, напоминаем, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам закона Республики Казахстан об игорном бизнесе. В Атараусской области спасли около 2 миллионов 700 тысяч мальков. Им грозила смерть из-за мелководья поймы и резкого снижения количества кислорода в воде. Мальки застряли в двух поймах, образованных в период весеннего паводка на территории Козылкогинского района. В спасательных работах было задействовано более 10 единиц техники. Помимо ответственных лиц, помогали и добровольные граждане. В спасательных работах были задействованы водовоз «Бочка», автомобиль марки «Газель», 6 контейнеров, 3 бочки, 1 мотопомпа. Помимо ответственных лиц, в работах приняли участие 13 сельских жителей из числа добровольцев. В настоящее время две раздельные поймы полностью очищены. В Западно-Казахстанской областной филармонии имени Гарифыла Курамонгалиева прошел торжественный прием Акима города Миржана Сатканова в честь празднования Дня города. Мероприятие посетили почетные граждане, ветераны труда и общественные деятели. День города объединяет всех горожан, молодежь и ветеранов, людей разных национальностей, вероисповедания и профессии. Он дорог тем, кто родился в Уральске, и тем, кто связал с городом на Урале свою судьбу. Аким Уральска Миржан Сатканов поздравил собравшихся с праздником. Надеюсь, праздник вам понравится и оставит яркие, добрые впечатления. Я желаю каждому из вас насладиться запланированными мероприятиями, проникнуться атмосферой Уральска, в котором есть дух старины и веяние будущего. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. В продолжении приема Аким наградил почетных жителей города медалями и выразил свою благодарность каждому, кто внес свой вклад в развитие города. Я думаю, день города, как свое день рождения должны воспринимать жители этого города. Родной город, это же родной дом, родное свое. И я поэтому поздравляю всех жителей родного Уральска и хочу, чтобы они берегли город. Стоит отметить, что город Уральск начал праздновать свой день рождения аж в 1963 году. Тогда горсполком принял решение отмечать эту знаменательную дату. В этом году Уральску исполнилось 60 лет. Как он празднует свой день рождения, то есть юбилей. Дорогие уральцы и гости нашего города, с большим огромным праздником. День города, счастья, удачи, всего-всего хорошего. Но мы, уральцы, знаем, что этот праздник, день города, у нас юбилейный. Он проводится в 60-й раз. Первый праздник, день города, был организован в 1963 году. И потом каждый год, в эти сентябрьские дни, мы проводили праздник, день города. Но самый, наверное, выдающийся, огромный, большой праздник был посвящен 375-летию Уральска в 1988 году. Тогда это был огромный город, превратили в огромное шоу. Было много программ, было много заслуженных артистов. С каждым годом областной центр, который считается зеленой столицей республики, благодаря зеленым лесам в остях, трех рек, в черте города, красивым площадям и скверам, число которых ежегодно увеличивается. Его славное прошлое сочетается с динамичным настоящим. Ведутся работы по благоустройству и озеленению. Строятся жилье, школы и детские сады. Обустраиваются стадионы и спортивные площадки. Все это стало возможным воплотить в реальность благодаря поддержке горожан. Дана Керимбаева, Эбола Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Традиционный этнофестиваль прошел в селе Жирикопа, Октябрьской области. В рамках мероприятия организовали слет чабанов, конкурс стригалей, рубщиков мяса и силачей, поднимающих барана. Из региона передает Лайла Уесова. Хабдинская земля – родина батыров. Этнофестиваль развернулся в степи возле села Жиринкупа, где находится мавзолей легендарного Кобланда. Гостей встречали праздничным шашу. У белоснежных юр царила особая атмосфера. Женщины в национальных костюмах занимались почти забытыми ремеслами. Показывали, как шьют курпе, готовят для этого овечью шерсть. Затем на веретене получают пряжу и выделывают кашму, чтобы сделать красивый текимет – войлочный ковер с цветным орнаментом. Мы показываем обработку шерсти. Если начнем с обработки шерсти, сначала овцы проходят стрижку. После этого, после стрижки, шерсть стирают в проточной воде. После того, как шерсть постирали в проточной воде, она проходит обработку высушивания. Как высушили шерсть, шерсть скубут специальными палочками. После этого шерсть проходит скубку. У входа в аул шла выставка овец. Самый крупный баран весит 120 килограммов. Это очень хороший показатель для казахской грубошерстной породы, отметили животноводы. Еще в советские годы в Жиренхопе вывели внутрипородный тип цыгайских овец. На работу у селекционеров ушло 20 лет. Животные были ценные своей уникальной эластичной шерстью, из которой делали парашютные стропы. В этом году будет 13 лет, как мы занимаемся крестьянским хозяйством. Работаем над тем, чтобы увеличить поголовье. Был вес, рост за 13 лет, потому что наше достижение. По документации за три года кушкар должен весить 95-97 килограммов. У нас 120 вес. Это превышает на 35 килограммов. Для себя мы делаем искусственное осеменение. От этого уже второй год получаем искусственное семя и получаем препод. На праздник съехались сотни гостей со всей области. Возле каждой юрты угощали национальными лакомствами. В деревянных ступах хозяйки провеивали проса. Затем тары жарили до золотистого цвета и промалывали в старинных дерменах. Из полученного толхана, смешав его со сливочным маслом и сахаром, получали ароматный жент. По словам организаторов, к следующим году местом проведения традиционного этнофестиваля станет аул Алия. Лайла Уйцева, Жумат Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октябрьская область. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет Оформи микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день по адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18.2. Оформите микрокредит в Коке, Тинго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин